Добрый день дорогие друзья, с вами Лестер. Знаете, делать обзор на гонки довольно трудно, так как обычно просто нечего сказать про игру, но вот ResDriver Grid для меня является исключением, и я с радостью поделюсь с вами моим мнением об этой игре. Ну что ж, я думаю пора начинать обзор. Субтитры делал DimaTorzok Что касается модели повреждений в ResDriver Grid, то пожалуй она одна из самых лучших, которые только можно увидеть в игровом мире. Вмятины появляются именно в том месте, в котором вы врезались, а их глубина и форма зависят от силы удара. Также в игре присутствуют индикаторы состояния частей автомобиля, которые расположены рядом со спидометром. Не забывайте следить за ними во время гонки, иначе серьезно повредив хотя бы одно колесо, вы практически полностью потеряете управление, а деформация двигателя может и вовсе привести к его остановке, и до финиша вы не доберетесь. Однако довольно трудно, особенно на профессиональном уровне сложности, проходить каждую гонку идеально. И именно для таких случаев, когда вы теряете управление и слетаете с трассы или разбиваетесь, создатели поместили в игру флешбеки. Это такая фишка, которая позволяет вам начать гонку заново с определенного места, выбранного на повторе. Количество флешбеков зависит от уровня сложности, на котором проходится гонка. И знаете, я лично хочу сказать огромное спасибо создателям за вот такое вот новшество, так как если бы не эти флешбеки, я бы очень много гонок просто-напросто не прошел. Сюжета у игры как такового нет. Вы обычный гонщик, который получает лицензию на участие в турнирах и начинает свой путь к славе. Отличным показателем вашего успеха является список из 500 игроков, которые я просто обожаю. Практически после каждой гонки я залазю в него и смотрю, как изменилось мое положение в таблице. А когда, поиграв огромное количество времени, ты попадаешь в десятку лучших гонщиков, знайте, это действительно круто. Даже нет, не так. Это круто! Вот. Ваше положение в нем зависит от количества общей репутации, полученной вами за участие в соревнованиях. Также определенное количество репутации открывает доступ к следующим, более сложным и прибыльным соревнованиям. А поэтому, если хотите забацать в свой карман побольше денежек, ну, кто же не хочет, то поэтому предварительно лучше подкопить очков репутации и уже дальше пытаться пролезть в сложные и более прибыльные турниры. Отмечу, что соревнования проходят в США, Европе и Японии. Поэтому полученные очки репутации, например, в Европе, несмотря на то, что пойдут за счет общей репутации, никак не отразятся на показателях в Японии и США. Поэтому, если вы хотите открыть следующий уровень лицензии в определенной стране, то проходите соревнования именно там. Также, непоследним аспектом в игре является команда, которую вы создаете в начале игры. Вам дают право выбрать название, раскрас и номера автомобилей. Также после удачного турнира к вам будут обращаться спонсоры, которые будут платить определенные суммы, если вы добьетесь определенного результата в гонке. И чем профессиональнее турнир вы выиграете, тем более выгодные спонсоры к вам обратятся. У команды тоже есть свой список, как и у игроков, только их положение определяется количеством заработанных денег за сезон. После окончания сезона счетчики обнуляются, и у всех снова появляются равные шансы в борьбе за лидерство. Если вы хотите оказаться в топе, то советую прикупить тачки помощнее, чтобы было больше шансов уделать соперников. Завершая рассказ о команде, скажу, что когда вы пройдете все начальные соревнования, у вас появится возможность нанять напарника, что позволит увеличить доход. Ну и теперь пора сказать пару слов о самих гонках. Много я о них рассказывать не буду, так как вы наверняка и так уже догадались, что они делятся на круговые, спринт, дрифт и прочие виды покатушек. Скажу лишь только, что начинать проходить очередной турнир – одно удовольствие, так как ни в одной гонке я не получал столько адреналина и экшена для себя, как в Race Driver Grid. Ну и последнее, самое важное, наверное, в этой игре – это автомобили. Их тут не так уж и много, но все модели лицензионны и обладают вполне реальными характеристиками. Машины в первую очередь разбиваются на три категории по месту производства – американские, японские и европейские. А уже потом разделяются на классы – авто для спринта, дрифта, ну и вы поняли. Топовые тачки стоят довольно дорого, поэтому рекомендую не копить деньги сразу на убойные авто, а купить что-то попроще, на что у вас хватит средств. Но если уж вас сильно прижало, то можете найти модель необходимого вам авто на ebay, который тут сделан тоже довольно неплохо. Однако учтите, что купленный вами автомобиль уже участвовал в гонках и, возможно, бывал в авариях, что, несомненно, отразится на его характеристиках, и выезжая на нем на трассу и готовясь к гонке, будьте осторожны. Ну что ж, это все, что я хотел вам рассказать про эту игру. Я надеюсь, если вы в нее не играли, вы обязательно в нее поиграйте, а особенно если вы любите гонки и у вас есть собственный руль, то вы получите просто массу удовольствия, это я вам гарантирую. Ну что ж, с вами был Лестер, до новых встреч, увидимся в следующих роликах. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok